Флирт, влюбленность, страсть, игра не на шутку, тем более, что играют саму игру. В спектакле театра и закулисье вот на чем работают те, для кого сами подмостки в новинку. 16 предпринимателей Барнаула, участники проекта «Большая сцена». Я не умею себя перед людьми подавать и хотелось бы научиться, плюс, правда, людей боюсь. Ну, то есть сейчас мы стоим перед камерой, может, более-менее уверенно выгляжу, на самом деле, я сейчас умираю от страха, помогите. Я все время иду туда, когда страшно, потому что по итогу вечно оказывается, что там ресурсов можно больше всего набрать. Шестой сезон не стандартен, у большой сцены большие формы. Прежде актеры ставили несколько коротких пьес. В этот раз будет всего два, но почти часовых спектакля. Учиться думать и работать как артисты предприниматели начали всего месяц назад. Репетировали группами, учили текст. Сегодня первый совместный прогон. У Евгении Гарте необычная роль. Легко вжиться не получится. Актрису, которая играет мужскую роль. Ей это не нравится? Ну, у нее есть вопросы по этому поводу. И я тоже, когда я сюда пришла, не ожидала, что он будет такой роль. Но это даже интереснее и прикольнее. Потому что я такая девочка-девочка, почувствовать себя и сыграть мужчину. Прямо опыт классный. Очень внятно и просмотреться должно. Вот вам все, что от меня достанется. Почти все участники шестого сезона здесь впервые. Опытных артистов всего трое. Режиссер музтеатра Татьяна Столбовская говорит, что самое сложное для нее донести до актера, а ему понять поставленные задачи. И разбор предлагаемых обстоятельств, и подробное объяснение, кто они, зачем они, что они делают. Рассмешить, конечно, зрителя намного сложнее, чем заставить его заплакать. А эта группа как раз работает над комедией «Целуй меня, Кэт». Позитив сейчас нужен как никогда. Артемий Панченко, главред журнала «Автограф» организатора большой сцены, одновременно и сам участник, говорит, этот год непростой. Но отказаться от проекта они не могли. Поскольку проект уже за пять сезонов предыдущих очень хорошо себя зарекомендовал, очень много людей хочет и участвовать, и приходить смотреть спектакли, мы не могли его не провести. Есть какие-то наметки, возможно, по каким-то, наверное, онлайн-трансляциям, которые мы будем делать. Но проект должен был состояться. Премьера спектакля состоится 7 декабря. На доработку всего пара недель. И за это время артисты должны стать сплоченной труппой, научиться чувствовать партнера и зрителя, чтобы перевоплотиться на время совсем в другого человека. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Отлично.